По поводу природы отказов. Англо-американский психолог Уильям МакДугал выделял следующий вид инстинктов – бегство-неприятие. Бегство-неприятие стоит практически на первом месте. То есть инстинкт самосохранения, скажем, то, что миллионами лет человека закладывается, он привлечил к тому, что без разницы совершенно, что человеку предлагается, идет отторжение. То, что лежит в основе, несмотря на очевидность выгодности предложения, первая реакция оппонента на ваше предложение – отказ. То есть мысль следующая – я до сегодняшнего дня прожил, у меня все нормально, заработал какие-то деньги, если что-нибудь ко мне еще что-то предложить, то в таком случае, пожалуй, мне это не надо. Это первоначальная, причем инстинктивная реакция. Человек не понимает, он не до конца осознает, что он делает. К этому ко всему добавляется еще следующая штука. Если у человека достаточно много предложений, чем более крупная фирма, чем более высокий статус, то предложений идет очень много. Это можно сравнить с симпатичной девушкой. Если она идет, скажем так, по улице, ее каждый раз постоянно стой, 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 хотят познакомиться, то в таком случае вырабатывается какой-то фильтр определенный. Нет, мне не надо, спасибо, не хочу и так далее. Сквозь этот фильтр достаточно сложно пробиться. Несмотря на очевидность, скажем так, вы знаете то, что у вас самое-самое выгодное предложение, вы идете к оппоненту, вы идете к клиенту, вам говорят – нет, не хочу. К этому добавляется эмоциональный минус. Как только вам сказали – нет, обычный нормальный продавец, он что делает? Он опускается в эмоциональный минус, сидит и там размышляет о том, что нужен ли кому-то мой товар, должен ли я вообще этим заниматься, или же начинает, более того, начинает винить покупателей в том, что вот они там не разбираются. Всевозможные эмоции негативные связаны с тем, что нет, не хочу я продавать, больше я этим не буду заниматься, человек больше не занимается этим. То, что необходимо знать, то, что необходимо знать. Отказывать будут всегда. Если только у вас не очень сильная позиция, когда вы звоните человеку и говорите – все тот же самый товар, но в два раза дешевле, я вам могу предложить. Если это сможете сделать в таком случае, ну ладно, но такое очень редко встречается в жизни. Поэтому то, что необходимо учитывать – вам будут отказывать – это раз. И второе – на все эти отказы необходимо иметь какое-то количество заготовок. Раз, два, три. Каким образом обрабатывать возражения приведено в соответствующие части, посмотрите, поглядите. То, что еще необходимо учитывать, то, о чем еще хотел сказать – это тоже психологическая особенность, когда человек, который вам отказывает, он в этот момент получает такое психологическое вознаграждение. То есть он находится немножечко психологически сверху, да, несмотря на, скажем так, низкий статус занимаемой должности, секретарь, предположим, да, вы пробиваетесь к нему. Может быть, вы коммерческий директор какой-то достаточно крупной фирмы, но в этот момент вы находитесь в роли просителя. И человек, отказывая вам, получает от этого небольшое психологическое вознаграждение. Это необходимо учитывать, и с этим просто необходимо работать. Каким образом, скажем так, этого избегать – это тоже изложено и в части холодной звонки, и работа с возражениями и так далее. Еще раз, что необходимо делать – иметь минимум три варианта обработки возражений. То есть работаете до трех «нет». Один раз вам сказали «нет», второй раз вам сказали «нет», третий раз вам сказали «нет». Аккуратно закрываете двери, но ни в коем случае не хлопаем дверями, а столбим программу на будущее. То, что ничего страшного, может быть, не сегодня, как-нибудь созвонимся. Вы знаете, что я такой есть, но своих три «нет» вы должны отработать.